Это зависит все-таки от организма, как пьете витамины, как питаетесь, стрессы, то есть образ жизни тоже зависит. Всякие разные сыворотки, они не помогут, потому что это просто будет воздействие на кожу. Здесь нужно витамины пить, можно сдать анализы разные на гормоны, можно обратиться к трихологу, он посмотрит, в чем у вас проблема. В общем, пить витамины и делать какие-нибудь Дарсонваль процедуру, она очень хорошо, вот эти все процедуры, они просто укрепляют луковицу. Дарсонваль как бы дешевая процедура, и этот аппарат может приобрести совершенно любой, но лучше это делать все-таки у профессионала, потому что так же можно и навредить. Вне рекламы, да, пантовигар очень хвалят таблетки, что ты пьешь, и рост волос увеличивается. Но все-таки это тоже зависит от организма. Это либо стрессовая какая-то ситуация, на фоне стресса может возникнуть седина, но больше это генетически. Если это ранний возраст, это может передаваться из поколения в поколение. Седина по наследству. Такое поверье в народе, конечно, есть, но если разобраться, да, научно как бы это не доказано, как бы есть, к сожалению, добрые и злые люди, да, и вот у кого-то есть вот эта тяжелая энергетика, и вот тут, наверное, оттуда и идет тяжелая рука, что мастер энергетический, ну, сам по себе такой грузный, тяжелый человек. Может, поэтому как бы влияет. Но мои клиенты довольны. Они все говорят, что у меня рука легкая. Ой, конечно, есть способ. Классный способ. Нужно позвонить в Академию красоты. И у нас там работает замечательная девушка Яна. У нее есть классная процедура ботокс. Это восстановление волос изнутри. Процедуру, соответственно, нужно сделать неоднократно, если особенно сильно убитый волос. Тут восстановление только ботокс. То есть кератин – это оболочка. Внутри волос пустой, и если сделать кератиновую оболочку, волос сломается. Как вот в рекламе показывают, да, он как стекло, так раз, отлетает. Вот так оно примерно и происходит. Нано-пластика, она также, она просто кристаллизует. Повторять несколько процедур, а после восстановления можно сделать либо кератин, либо нано-пластику, и увидеть шикарный блеск, гладкость волос. Домашние процедуры здесь также можно навредить. Тут смотря, что вы хотите получить. Если питание, увлажнение, там, сделать маску оливковую, да, какую-то, то это, конечно, можно. Это без вреда для ваших волос. Это пожалуйста. А если, например, вот как есть горчичные маски, у нас люди любят, да, горчички, еще, по-моему, сахар добавляют, и вот эту масочку термо, и под шапочку, и вот походить. То есть можно кожу сжечь настолько и повредить луковицу, что потом начнется выпадение волос. Поэтому вот с этими горчичными, горячими, как скажем, огненными масками нужно быть поаккуратней. Сейчас модно, чтобы был ровный срез, длина все такое натуральное, и цвета натуральные, никаких филировок. И вообще филировка – это как бы, ну, вредно для волоса. Это идет расслоение. Поэтому потом они начинают сечься. Потому что самое дорогое в наращивании – это покупка волос. Как бы волос же натуральный, сегодня на рынке он стоит дорого. Поэтому, как бы, и цена. А если у вас, например, остался волос, там, не знаю, свой, когда-то срезанная коса, она у вас есть, и вам нужно просто оплатить за работу, то там уже цена совершенно другая. Капсульная. Капсульная и горячая, не холодная. Ленточная, во-первых, это ежемесячные коррекции. Это клей. Это неудобно в носке. Это нельзя ничего горячего. Ну, там, солярия, баня. То есть там клей может, ну, подрасплавиться. Кератин. Но это нужно делать и у профессионала. Потому что навредить при наращивании также можно. Профессиональный краситель, он более мягче. В профессиональных красителях содержатся уходовые процедуры. Либо кератин, коллаген. В бытовых красителях там очень много аммиака, много тяжелых металлов. Поэтому вот и запах такой очень резкий от бытового красителя, да. Есть профессиональные краски, и безаммиачные, у которых вообще есть оксигент еще, от этого тоже зависит. Есть оксигенты на основе рисового молока. То есть он вообще безвредный. И это дополнительный уход к волосам. То есть, ну, профессиональную краску нельзя сравнивать с бытовым. Бытовая краска никогда не будет на том же уровне, что профессиональная. У нас вообще генетически, да, подвержены областению только мужчины. Женщины — это вообще единицы. Поэтому, женщины, радуйтесь. Вам это не грозит. Это что-то вот в организме, да, вот так вот устроено, что парни в молодом возрасте уже у них теменная зона сидеет. Ну, теменная зона — это вот, да, вот, ну, кто не знает развития. Этому никак не поспособствуешь. Тут никакой пантовигар не спасет ни Дарсенваль, ничего вот этого, ну, как бы. У меня не было такого. Нужно просто, нужно это предотвращать. Нужно общаться с клиентом. Нужно узнать, в первую очередь, спросить, как он видит себя. Пускай он покажет на фотографиях, что он считает красивым, чтобы понять человека. Потому что цветовосприятия, вот это вот все, это же у нас у всех по-разному. Нужно пообщаться с клиентом, понять, чего он хочет, что ему нравится, высказать свою точку зрения, как вы его видите, объяснить ее, наглядно показать, как это возможно, да, что вот, почему вы считаете, что так будет лучше.